Привет, мои хорошие! Сегодня вы на моей кухне еды. Теперь у нас это не кухня красоты, а кухня еды. И сегодня мы будем с вами готовить фикс-прайс кексик. Вот такой вот кексик я купила в фикс-прайсе. Он меня заинтересовал именно своим красным цветом. Кекс в кружке, красный бархат, готовая смесь. Готовится в микроволновой печи. Я очень, честно говоря, люблю то, что делается просто и быстро. Сначала нам нужно разобраться, почему он красный. Это меня очень заинтересовало. Красный бархат. Так, ничего не написано. А реально ничего не написано. Почему он красный? Туда либо добавлено свекла, либо что-нибудь. Я не знаю, но я хочу попробовать его. Только добавить воду на одну порцию. Ну, для меня это целых две порции. Я целый стакан такой не съем. Вот, и перед тем хотела сказать, что я накрасила сейчас губы своей матовой помадой, которая продается у меня в магазине. Прекрасно ложится, не оставляет следов. Стойкая, быстро сохнет. Не липнет. Не, конечно же, матовые помады, они немножечко... Это, знаете, наверное, дело привычки. Они могут немного подсушивать губы на первый взгляд, да? Но я пробовала очень много матовых помад, я вам скажу. И вот эти помады одни из лучших, которые сушат минимально губы, так что я не чувствую, а я очень привередливый человек в этом смысле. И липкость. Я пробовала такие матовые помады, которые так липнут, что ничего не сделаешь, хоть припудривай, хоть нет. А здесь как бы все. И сохнет очень быстро, и никакого дискомфорта я не чувствую. Поэтому у себя в магазине я продаю только то, чем самопользуюсь, то, что люблю, и то, что проверено мною. А теперь приступим. Немного рекламы. Так, приступим. Для начала мы возьмем окружку какую-нибудь найдем сейчас. Вот я нашла, давайте сделаем в прозрачной окружке, чтобы мы все видели, да? Отрезаем. Вот так немного побегаю. Вот так, по кухне своей. Отрезаем. Я опять не прочитала инструкцию, но я уже делала такой кекс давно. Просто он был не красный. Давайте проверим еще раз. Всыпьте содержимое пакетика в кружку объемом 250-300. Ну, у меня здесь 250, наверное, да? Добавьте к смеси 50 мл. А, 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Тщательно помешайте. И 1 чайную ложку растительного масла. Я только проснулась, я просто вчера не смогла снять для вас видео, потому что уснула вместе с сыном в 9 часов. Даже в 9, наверное, еще не было. Так, растительного масла. Растительное масло. Это какое у нас? Это не сливочное, да? Я все время путаю. Вот подсолнечное понимаю, сливочное понимаю. Вот растительное. Я начинаю мешкаться. Так, поместите кружку в микроволновую печь на 2 минуты. Так, разные мощности тут. И горячий готов продукт вынимать из печи с осторожностью. Приятного аппетита. Спасибо. Давайте, значит, мы сейчас все это высыпем. Все это делаю на руках, потому что неудобно мне таскать камеру туда-сюда. Так, смотрите, смесь. Да, надо делать над столом. За мной не повторяйте. Я только потом что снимаю. Смесь розовенькая. Ой, пахнет очень вкусно. Так, пока не буду выкидывать инструкцию. Теперь 5 столовых ложек. 5 столовых ложек водички. Водичка-водичка. Это мы будем делать с чайника. Сейчас добавим. Конечно, истинные хозяйки, они могут все делать на глаз. Сколько там было? 50 мл воды? Это 1,4 стакана нашего. Но для пущей точности, гляньте, я добавила воды, и он стал просто каким-то наикраснейшим. Что интересно, туда добавлен просто краситель или, может, что-нибудь свекольное такое, я подумала, знаете. Пахнет очень вкусно, очень прям. Куча со сыром. Под губы, да? Класс. Все, мы с вами все тщательно перемешали, не оставим никаких комочков. Так, и теперь мы это кладем в микроволновочку нашу. А, растительное масло. Забыла? Ну, правильно, не сливочное же, да? Растительное. У него такое растительное масло. По-моему, я его в фикс-прессе даже брала. Чайную ложечку, да? Ох! Ёптель-моптель! Столовую налила. Берем немножко. Вот, налила чайную ложечку, вот, буквально, помешала. Надеюсь, это то масло, блин. Да, вот так я примерно и готовлю. У меня есть мамочка, которая, в принципе, любит готовить. Готовит очень вкусно. И хорошо, что мне не приходится на это тратить время, потому что я считаю, что готовка очень много отнимает времени. Не, ну как очень много? На самом деле, я когда берусь готовить, я готовлю очень быстро. И, казалось бы, блин, так не хотела готовить, думала, так это сложно, а на самом деле быстро все приготовила. Но готовка не моя стихия, я не очень люблю это делать. Мне реально нужна мотивация. Все, отправляем наш кексик в микроволновую печь. При средней мощности у меня, потому что нет там мощности, которая 800-900 пишет. У меня средняя, средне-слабая, средне-сильная и мощная. Ой, у меня высокая. У меня высокая. Ну, при высокой там написано полторы, да? Ну, чуток убавила минуты. Сейчас я только проснулась, поэтому, ну, чуть привела себя в порядок, поэтому я еще кофе не пила. Пока делается мой кексик, я быстро сделаю кофе и обязательно к вам вернусь. Кстати, меня частенько спрашивают, как я делаю кофе, латте дома. У меня на самом деле две кофеварки. Одна кофеварка, вот вы можете видеть, вот такая. Я ее показывала, делала обзор, поэтому не буду специально приближать ее. Здесь делается на одну чашку. То есть засыпается в такой рожок, здесь рожковая система. В рожок засыпается на одну порцию кофе. Можно делать одинарный, двойной, эспрессо, капучино и латте. И там есть контейнер для молока. Но я им не пользуюсь, раньше пользовалась, сейчас не пользуюсь. Ой, сейчас проверим. Вау! Девочки! Ой, он поднялся! Гляньте! Все, он готов! Блин, вот это кайфуха! Пусть, короче, он остынет. Я вам пока расскажу. Я вам пока расскажу про то, как я делала кофе. Видите, как быстро я даже не успела кофе сделать. В общем, рожковая, да, система. И когда я одна, и мне нужно одной кофе, то я делаю там кофе, молоко делаю отдельно. Там просто эспрессо заливаю сюда. Также у меня есть капельная кофемашина, тоже вот стоит здесь. Тоже на нее был обзор. Если кому-то интересно, спросите, я поищу ссылки, но также вы можете найти у меня. Короче, из последних видео вы найдете. Здесь капельная система. Здесь, когда приходят гости, или вы собираетесь пить не одну, там, две чашки, три, то можно сразу сделать на несколько. Но в любом случае молоко я делаю, взбиваю здесь. Я наливаю молоко в стакане. Молоко в стакан. И молоко должно быть 3,2% жирности. Оно будет больше и лучше пенится. Кстати, я покупаю с запасом молоко красная цена в пятерочке. Мне очень нравится. Оно и недорогое, и у меня молоко просто очень быстро расходуется, поэтому... И стоит оно в два раза дешевле, чем обычное. Я наливаю молоко вот так вот, полстакана. И грею его. Грею его в микроволновой печи до температуры, которая просто мне нравится. Я не люблю просто холодный кофе. Я люблю его горячеватый немножко. И, кстати, в кексике я посмотрела, что да, здесь есть краситель. Краситель, и за счет него, я думаю, что это цвет такой. У меня есть вот такая штучка, которую я покупала за 99 рублей в Икее, но ее можно купить и на Алиэкспрессе, и где только она не продается. Просто раньше я не знала, что она реально взбивает кофе. Думала, это неправда. И сколько просила, чтобы мне показали, то никто не показывал никак. Зайка, пока нельзя тебе это? Иди мультики пострезай. Но сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Она не супер прям взбивает, знаете, конечно. пену, что она прям выходит. Но пена есть, и для латы она прекрасная. То есть регулировать сначала на глубину, опустить, потом чуть-чуть вверх. Видите, как косы поднялась уже. Чем выше вы делаете, тем вот больше пены. опускаем вот так, видите, она уже не так. Снимаем вот здесь, она опа, и взбивается прям. Ну все, вот пеночка наша взбилась. И теперь просто, в зависимости от того, какая кофемашина мне сегодня понадобится, мне сегодня понадобится рожковая, наверное, просто сделать. Я использую. Еще в капельной удобно, что туда фильтры можно. Если, ну как бы, фильтры, они более полезные, то есть без кофестола кофе получается. Возможно, я сейчас сделаю на две кружечки в капельной своей. Просто добавлю кофе сюда. Все, разбрызгалась прям. Сейчас все приготовлю и приду с вами пробовать. Еще момент хотела сказать. Обычно мне кофе молит мама и в баночках присылает мне. Она покупает черная карта в зернах, свежие, и молит его сама, ну и мне присылает. Но тут недавно она сказала, что можешь купить для заваривания в чашке даже тоже молотый кофе. Здесь, наверное, все-таки мелкое очень этой. Не знаю, как для кофемашины. Короче, я купила средняя крепость, вот здесь вот пишется, черная карта, только уже готовый молотый, потому что с новой капельной машиной мама не успевает мне молоть кофе. Ну, как бы, потому что уже расход больше идет, да, не на одну. Не на одну кружечку, а сразу на несколько. Поэтому расход больше, и мама предложила мне взять. Я еще его не пробовала, он вот прессованный. Ну, потом буду пробовать. В общем, черную карту мы любим, и я ее пью. Рекомендую венчик сразу, после того, как мы взбили, сразу споласкивать, потому что здесь может потом задержаться молоко, которое очень сложно отсюда вымывать. Еще я в кофе добавляю 1 кубик сахара. Все, сейчас мой кофе готов. Капельная система позволяет вытащить на чайник, добавить кофе, и снова поставить, и оно будет продолжать делать. Слышите, как-то тепло. Теперь я все это размешиваю с моим кубиком сахара. Может, и распробую. Волшебно. Ну и что, наш кексик чуть-чуть подостыл. Мы можем его уже начать пробовать. Вот такой вот он. Весь. Классненький. Давайте попробуем. Его можно вытащить оттуда даже. Он очень хорошо вытаскивает. Ложкой, видите, я там шуру дую. Но, в принципе, я его вытаскивать не собираюсь, и я так прям попробую. Обязательно хочется запить кофе. Что могу сказать по поводу кекса? Кекс немного суховатый. То есть, я съела одну ложку, мне уже захотелось очень сильно запить. Из плюсов у него мало сахара. То есть, он не очень сладкий. Поэтому для любителей можно еще даже сахарку добавить. Вот в воде. Именно когда вы уже размешиваете все. Чтобы сахар размешать. Вот. В принципе, порция действительно небольшая. На одного человека. Но я помню, что тот кекс тоже мне, по-моему, был суховатый. Я его ела очень долго. Два дня, наверное. По одной-две ложки ей вообще хватало. Но этот, может быть, сейчас съем. Потому что с кофем или с чаем это нормально будет. В вкусах никаких привкусов не ощущается. Левых. Ну, в плане, может, там свеклы или клубнички, малинки. Просто. Тесто. Тепленькое, приятное. В меру сладкое. Нормально. Нормально. Все, мои хорошие. Я рада была с вами приготовить себе завтрак. Затестить пикс прайс кексик. Сейчас я пойду завтракать. И вам всем доброе утро. Увидимся в следующем видео. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто первый раз. Увидимся. Чего, Зай? Так, тебе не рано еще сегодня? Так. А потом что-то будешь есть. Ой, господи. Представляете, только заметила, что у меня такие красивые цветы стоят. Я их не поставила на фон вообще. Вот как? Вот как? Вот такую красоту я не поставила на фон. Ну, хоть под конец. Да, еще что хотела сказать, что одна из моих подписчиков прислала мне очень необычный десерт. Готовится он тоже из продуктов фикс прайс. Это что-то интересненькое. Но, к сожалению, в фикс прайс, в который я вот ходила ближайшие, что-то там много новинок не было. Кое-что взяла по чуть-чуть. Надо еще в другие сходить магазины, чтобы собрать комплект хороший. Там не было этих продуктов, из которых готовить именно этот десерт. Я его обязательно сделаю. Готовится он из маршмеллоу и еще кое-чего. Я не буду говорить, чего. Готовится он в микроволновой печи. В общем, я хочу просто, чтобы человек, который написал мне этот рецепт, узнал свой рецепт. Да, ну, я зашла в наш фикс прайс, и не было ничего ни в маршмеллоу, ни второго ингредиента, который туда нужно. Поэтому я зайду в другой и обязательно приготовлю для вас на своей кухне еды. Кухня еды. Что придумала? Ну, это вот производная от кухни красоты. Поэтому так. Все. Так что ждите новые видосы и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить... Дэнни. 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 Продолжение следует...